Здравствуйте, господин Текич. Сегодня мы с вами встретились снова в России, город Дмитров. Вы проводите здесь совместный тренировочный лагерь юниорской молодежной команды России, Германии и Чехии. Скажите, вы первый раз на таком тренировочном сборе? Нет, мы сейчас второй раз пришли в Россию на сбор. В прошлом году тоже так подготовились к Европе, со национальной сборной России. Мы так подумали, что если хочешь сильным бить, надо со сильными тренировать и поднимать уровень. И так и получилось. И национальная команда России на Европе, и Германии. Было много праздоров, и нам это понравилось. Договорились опять в этом году такой сбор делать, чтобы вместе готовились для Европы. А после этого сбора еще будет один маленький сбор, 4-5 дней у нас, а и национальная команда России тоже так будет делать, сепаратно. Какая цель этого сбора для вашей команды? Цель получить больше спарринг-партнеров, как на баровне Рандори, или все-таки какую-то технику, тактику, методику подготовки российской команды? Ну, по подготовке мы два года назад с тренером сборной Владимиром Трачком так разговаривали и сделали один план, что нравится и русским тренерам, и германским, что думаем, что это самое лучшее для подготовки. И на баровне сделали такие микроактивусы, которые очень хорошие, чтобы наши ребята и вносливость, и техника, и чтобы они быстро были, и чтобы плотная борьба была хорошая, и все, что надо, чтобы до успеха сделали все, как надо. Вы привезли все основные номера вашей команды, первые номера. Да, у нас здесь 12 спортсменов, еще два спортсмена, которые травмированы, здесь не пришли. У нас будет в этом году 14 спортсменов участвовать, 9 на Европе будет, и будет 7 на чемпионат мира. А женщины не принимают участие в таких сборах? В этих сборах нет. Я отвечаю за национальную сборную по мужчинам, и мы все делаем для мужской команды. Вот в прошлом году был проведен, я так понял, первый такой опыт проведения такого лагеря совместного. Насколько он оказался положительным? Улучшились ли результаты у ваших ребят? Насколько им понравилось быть здесь? Какое общее такое настроение у них? Общее настроение спортсменов так хорошо, потому что наши ребята знают уже друг друга с Россией, они хорошо дружатся. И когда не в сборе, когда на соревнованиях, я так услышу от ребят, что они пишут друг другу на фейсбуке или на МСН. Так что очень хорошо, такая дружба, что произошла между две команды. И если вы видите, у нас на таких сборах вообще травмы нет, потому что друг друга смотрят, они борются как два левого. Но не бывает такое, что травма получается, чтобы кто-то экстракт сделал. А вот эти сборы по прошлому году, насколько вы можете как тренер расценить, насколько они улучшили положение ваших спортсменов? Ну, если вы видите, нам три года назад и два года назад не было так много призоров на Европе. У нас было один или два. Сейчас у нас четыре призора появились в Европе. В прошлом году. То есть тенденция улучшения. Тенденция лучше и лучше и лучше. Значит, нам очень нравится и нам очень хорошо, что мы здесь готовимся. Мы видим, что команда России тоже уровень, тоже лучше стала. И тоже у них больше призоров было. Так что за обе команды этот сбор как... А такая российская команда в Германию к вам на сборы приезжала? Такой опыт был? Такой, как здесь, нет. Но у нас план, мы договаривались за следующий год, чтобы сделали сбор у нас 10 дней в июне месяце. Значит, после Австрии, после Кубка Европы в Австрии, чтобы все перешли в Германию. И там сделаем хороший сбор Россия-Германия. Хочем такой сбор делать, где будет и техника, и на технику делать, и на силу и вносливость. Буквально через неделю начинается чемпионат мира под Зюдоо в Челябинске. Как вы думаете, кто будет фаворитами в весовых категориях, на ваш взгляд? Это трудно сказать. Насколько сейчас... Есть ли сейчас такая разница большая между командами или приблизительно все более-менее... Нет, разницы нет. Такие большие, что, скажем, одна команда самая сильная, это такого не будет. Сейчас, знаете, как начинали с отбора для Олимпийской игры. И все хотят, чтобы заняли места хорошие, чтобы отобрались на игры. И чемпионат мира будет очень-очень сильный, и всех будет очень трудно. Так что я думаю, что там фаворита не будет. Там, если видите, каждый-каждый может выиграть. Но эти, которые в голове будут сильнее, которые подготовка психологическая, будут держать до последнего секунда, чтобы сильнее были, это выиграется. Я так думаю. Японцы, если вы видите, они технически хорошие, но на последние Олимпийские игры у них не было золота. Ну, а в России появился чемпион. Знаю, что все меняется, все идет к лучшему. И надеемся, что и за русскую команду будет много призоров. И за Германию на этом чемпионате мира. А кого вы можете так выделить, кто может быть так, ну... Я с Германи... Претендует из немецких дзюдоистов. С немецких дзюдоистов, думаю, до 81 Сеймарыш может взять, быть призором. Потом до 100 килограммов Дмитрий Петерс тоже. И Андрей Брайбат плюс. Это три, по-моему. Ну, 90 тоже хороший парень. Молодой, Марк Кодентал, 91-го года. Посмотрим. Так что, думаю, будет призор. Спасибо большое, удачи вам и вашей команде. Спасибо вам и всего хорошего. Спасибо.